Время техмейкера Воронеж 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 различной деятельностью, то есть не только формализацией, сбор требований, но еще и аналитик может выполнять различные роли на проектах. То есть первое из них это requirements management. Это как раз таки то, что называется сбором, анализом и формализацией требований. То есть это подготовка, если говорить о русскоязычных компаниях, так называемого технического задания, если говорить о международных аббревиатурах, то это подготовка спецификации различного рода. Плюс сюда же входит управление изменениями, сюда же входит работа по структуризации требований, начиная от бизнес-уровня, заканчивая функциональными и нефункциональными требованиями. И сюда же входит согласование всех уровней, подготовка регламентов и прочего. Но спустя достаточно продолжительное время аналитика начала выходить на новый уровень. И появились такие направления, как product ownership. Что такое product ownership? Это когда аналитик выполняет уже не просто сбор требований, подготовка документов и так далее, он уже начинает смотреть дальше, начинает мыслить стратегически. То есть существование продукта в рамках аналитики рассматривается не просто как набор какого-то функционала, но еще и возможности его развития, возможности его улучшения, возможность определения каких-то стратегических решений. Именно такими стратегическими решениями заведует аналитик, который выполняет роль product owner на проектах. Следующее это product management. Это достаточно близкое понятие. Различие их заключается ровно в том, что product ownership заключается в том, что аналитик развивает именно стратегическую часть проекта, то есть выход на новые рынки, освоение новых технологий и прочее. Что касается product management, то это направление, когда аналитик действительно полностью отвечает за продукт. То есть отвечает за сроки выдачи, отвечает за реализацию полностью всего функционала, который изначально был вложен, изначально подразумевался. Solution design. Это достаточно новое направление. То есть здесь уже обычно используется труд аналитиков, которые в профессии не менее 3-5 лет. Почему? Потому что solution design это уже непосредственно предложение какого-то решения. То есть это первый уровень консалтинга. И это позволяет аналитику уже действительно решать проблемы и предлагать решения даже где-то выходя на архитектурный уровень. Business development. Это достаточно новый вид аналитики. Она не совсем связана с разработкой. Она больше связана с именно предложением каких-то улучшений, именно уровня маркетинга, возможно. Предложение каких-то решений для продвижения этого продукта на рынок. И так далее. Sales analysis. Это анализ интеграции, возможно, с другими представителями. Это анализ возможных новых рынков именно международного уровня. Это различная аналитическая деятельность, которая связана с развитием не просто продукта, но и компании в целом. И solution архитектура. Это уже совсем, так скажем, высший уровень для аналитика. Это то, что позволяет предлагать решения, выходя даже на архитектурный уровень. Никто не говорит сейчас о том, что аналитик будет выбирать технологию, на которой будет написан продукт. Аналитик будет выбирать, возможно, IT-ландшафт и прочее. Но аналитик здесь уже мыслит уровнями модулей. То есть он действительно может предложить, что хорошо, у нас есть, предположим, телеком-оператор, и нам нужно предложить ему решение. То есть аналитик уровня solution архитектуры, он при этом скажет, ребят, вам нужен модуль биллинга, вам нужен модуль CRM, вам нужен модуль, который будет отвечать за инвентарную часть. И он также будет описывать все возможные нюансы общения между собой этих модулей. Итак, что же у нас должен уметь аналитик на первоначальном этапе? Знание нотации проектирования. Ну, это своего рода универсальный язык, который позволяет создать что-то понятное всем команда внутри. То есть диаграмма — это не просто такое удобное средство, это еще всем понятное средство общения и взаимодействия внутри команды. Потому что, как мы помним, аналитик — это посредник. Знание теории БД. Ну, вот без этого вообще никуда. Почему? Потому что аналитик должен уметь не просто мыслить уровнями абстракций, он еще и должен понимать, как подобная модель решения какой-то проблемы и бизнес-точка зрения должна ложиться и на существующее, возможно, какое-то решение или должна ложиться на техническое предложение, которое предложит тот же архитектор. Понятие модульности алгоритмов. Зачастую аналитик мыслит выше, чем девелопмент команды, чем QA-команды. Это просто другой уровень абстракции. Софт-скиллы. Аналитик выступает здесь очень часто в качестве переговорщика с заказчиком. И софт-скиллы здесь очень действительно важны. Они действительно являются своего рода базисом. И функциональные и нефункциональные требования. Это то, что аналитик готовит фактически по окончанию своей работы на проекте. Ну, и в общем и целом есть какие-то дополнительные умения, которые очень часто полезны, так скажем. Но здесь нужно рассматривать зависимость того, что они очень сильно взаимосвязаны с тем способом ведения бизнеса, в котором работает аналитик. То есть существуют сервисные компании, они же консалтинговые сейчас называются, существуют продуктовые компании, существует решение класса бизнес-то-бизнес, бизнес-то-консюмер, существует даже своего рода миксы, что-то вроде бизнес-то-бизнес-то-консюмер и прочее. В зависимости от того, в какой из этих видов деятельности работает аналитик, существует набор умений, которые будут полезны, так скажем. Ну, например, знания продукта и истории, они очень важны для продуктовых компаний. Знание домена, я бы сказала, что здесь действительно больше необходима именно сервисная компания, потому что они чаще выполняют своего рода консалтинговые услуги. Что-то вроде прототипирования юзер-экспириенса. Я могу сказать, что этот навык очень полезен для аналитиков в сфере бизнес-то-консюмер, потому что это выпуск на рынок продукта, это действительно попытка вывести его в топ, и это очень важное условие. Планы трясибилити. Это уже необходимость для аналитика класса solution design, solution и хритектура. Почему? Потому что аналитик должен понимать, как все его деятельности сложатся на общий план проекта, как его работа будет взаимосвязана, как он будет взаимодействовать и прочее. Стандарты и регламенты. Это очень важно, опять же, в консалтинговых вещах, потому что все мы знаем, что когда работает аутсорс, он же сервисная компания, очень важно понимать, что эта компания работает в каком-то бизнесе, и у этого бизнеса есть свои сервисы, есть свои регламенты, есть свои стандарты, которые необходимо соблюдать. Родмап и риск менеджмент – это тоже очередное умение, которое очень важно для аналитиков уровня архитектуры, для аналитиков уровня solution дизайна. Анализ рынка – это умение для аналитиков формата sales marketing обычно и прочее. В общем, если рассмотреть эти умения, их на самом деле гораздо больше. Все они в той или иной степени действительно зависят от компании, в которой работает аналитик. Ну а теперь перейдем к части, за которой, в общем-то, я здесь. Все мы используем какие-то различные приспособления, которые необходимы нам в процессе выполнения наших ежедневных обязанностей. Но Google предоставляет на самом деле очень большой такой набор инструментов, среди которых, я думаю, все вы прекрасно понимаете по значкам. И их действительно достаточно часто используют. Из всего предложенного часто используются документы, часто используется hangout, но это, опять же, в зависимости от того, какая договоренность с заказчиком. Часто используются Google диски, Google документы и прочее. Отдельно хочу выделить такую вещь, как Google аналитика. Это очень важный и полезный инструмент для любого вообще аналитика. Почему? Потому что он позволяет собрать те данные, которые в процессе можно будет интерпретировать для предложения лучшего решения для вашего заказчика. Google аналитика предоставляет огромное количество различных типов отчетов, которые непосредственно связаны с продуктом, который будет выпускаться. Например, нам важно понимать, что средний возраст наших пользователей 65+. Это говорит как минимум о том, что контент должен соответствовать. То есть вряд ли картинки с котиками будут интересны людям 65+. Позволяет собрать такие простенькие отчеты, как, например, разница между женщинами и мужчинами пользователями предложения. То есть это, опять же, позволяет определить тот контент, те цвета, ту палитру, тот юзер-экспириенс, который необходимо использовать в продукте. Google аналитика позволяет собрать статистику, которая позволяет определить тренды. То есть именно как часто пользователи заходят, сколько постоянных пользователей, какова сезонность использования приложений. Для того, чтобы подбирать не просто какой-то контент, не только подбирать цвета или что-то еще, но и позволяет подбирать сервисы и инструментарии, которые будут добавлены в приложение, которые позволят человеку именно выиграть на рынке. То есть предопоставить что-то интересное. И вот это, на самом деле, один из самых очень полезных отчетов. Это так называемый отчет с указанием bounce rate и количества посещаемых страничек. То есть вот эта вот красная полосочка – это очень плохой знак. Это так называемый bounce rate, который позволяет определить больные места в приложении. То есть как часто пользователь уходит, как часто пользователь крашится на какой-то из страничек. Ну, все, что я сейчас говорила, это очень хорошо ложится на аналитиков формата enterprise решений. Потому что изначально аналитика зародилась в рамках enterprise. То есть enterprise – это какие-то большие программные решения, которые необходимы для реализации решения проблем бизнеса. Сейчас все чаще выходит на рынок именно за счет мобильности. То есть все чаще сейчас люди предпочитают выходить на рынок с какими-то мобильными решениями. И, к сожалению, то, что было озвучено до этого, не всегда хорошо ложится на эти предложения. Поэтому вообще такая профессия, как мобильный аналитик, я могу сказать по своему опыту, ее не просто не существует, она сейчас находится только в зачатке. В общем-то, а какова разница вообще между enterprise и мобильными решениями? То есть первое, нужно понимать, что у мобильных приложений есть свои особенности, которые не характерны для enterprise решений. Среди них это мобильность, это возможность использования встроенных сервисов, это особый подход к юзер-экспириенсу, это обязательно учет работы в оффлайн-режиме. И действительно самая большая проблема, которая характерна для мобильных приложений, это чувствительность к аккумулятору. То есть если в enterprise решении нам, в общем-то, не важно, сядет у нас батарейка или не сядет у нас батарейка, в enterprise решениях всегда есть интернет, там просто зачастую нет оффлайн-режима, или он работает по локальной сети, то здесь следует понимать, что у мобильных приложений особенности свои. И, в общем-то, даже сам Google позиционирует, что именно батарейка – это очень важное условие. То есть необходимо разрабатывать решения, которые позволяют батарейке жить дольше. И на основе вот этих вот особенностей именно мобильных решений можно сказать, что аналитик, который будет знать их, аналитик, который будет понимать разницу и который может предложить решение, которое сможет жить с учетом этих особенностей, будет все более востребован на рынке. По факту. Кроме этих особенностей существуют еще и последние достижения. Любому заказчику хочется видеть какой-то продукт, который будет востребован на рынке. И мало того, что необходимо учитывать особенности мобильной разработки, необходимо еще и понимать, что существует уже такой инструментарий, уже из своего рода достижения, которые можно использовать, которые смогут привнести в ваше приложение и которые смогут вывести ваше приложение на уровень выше. Среди них голосовое управление. Это та вещь, которая сейчас очень активно продвигается. Да, появилась она достаточно давно и так далее, но если посмотреть какие-либо решения для бизнеса, то я могу сказать, что это меньше 1%. То есть меньше 1% мобильных решений для бизнеса используют голосовое управление. Google Variables, да, то есть одеваемые различные девайсы. Это фиттрекеры, умные часы и прочее. Сейчас умные часы позволяют совершать даже оплату через них. Казалось бы, почему нет? Посмотрите, сколько банковских решений работает с тем же Apple или Google PM. На самом деле очень мало. Отчасти причина лежит в безопасности, но также причина лежит в том, что подход к разработке продуктов большого бизнеса, большого интерпрайза, он так и остался на том уровне, когда мы работаем с решениями веб или решением десктопными. Очень мало компаний, у которых действительно большой бизнес, работают с мобильными приложениями, используя просто все возможности, которые есть. Это так называемый awareness API. Это очень, так скажем, достаточно новенькая штучка, которую позиционировал Google, если не ошибаюсь, в 2016 году. То есть это набор API, которые работают с сенсорами, которые работают с местоположением которые работают с нотификациями и позволяют создавать действительно умные приложения, которые могут что-то предсказывать. То есть, допустим, у вас стоит в 11 утра в календаре встреча, автоматически основываясь на этих данных, вам телефон может предложить время подъема и к вашему времени подъема подобрать информацию, которую вы обычно с утра собираете. То есть это прогноз погоды, статьи и прочее. То есть это обучаемая вещица, которая позволяет на основе вашей повседневной активности подобрать для вас способ взаимодействия с вашим мобильным телефоном. И это та вещь, которая никогда не используется в интерпрайсе. Хотя это то, чего ждет любой конечный пользователь от своего мобильного телефона. И действительно, это уже реальность. Существует действительно некоторое количество приложений, которые работают с этим, которые уже используют это. Но ни один из больших интерпрайсов не пытаются даже подружиться. Что еще? Это такие вещицы, как Android Runtime. Это фактически новый способ сбора приложений, который позволяет экономить батарейку, которая так чувствительна все мобильные устройства, которая позволяет ускорить время загрузки, увеличить количество приложений, с которыми можно параллельно работать. Это такие вещи, как Firebase, которые позволяют собирать какой-нибудь CrashLite, который позволяет собирать статистику. Это Firebase, который позволяет собирать данные, который позволяет работать с облачными сервисами и прочее. Это Android Vitals, который позволяет собирать статистику, который позволяет поднимать ваше приложение в топе. То есть основываясь на метриках, которые собираются, это performance, это скорость загрузки, это скорость подъема приложения после нажатия, просто после открытия его. Которая позволяет даже поднимать ваше приложение в топе Google Play. И очень приятная вещь. Firebase позволяет собирать статистику, которая очень необходима, в принципе, для девелоперов, которая позволяет отладить, которая позволяет поднять performance, посмотреть количество людей с какими-то ошибками и прочее. И в заключение, наверное, скажу, что самая важная проблема, которая есть сейчас, потому что это действительно проблема, это процесс перехода от enterprise к мобильным решениям. В чем она заключается? А заключается она именно в том, что зачастую люди, которые предлагают мобильные решения для enterprise, они используют тот же самый подход. То есть без учета того, что, ну, простой грубый пример, для того, чтобы ваше мобильное приложение работало быстрее и лучше, с меньшим затратом батарейки, предположим, идеально сделать, чтобы у вас был один API-запрос к серверу. Зачем делать один API-запрос к серверу, если можно переиспользовать ваших три API-запроса к серверу, которые вы используете для веб-приложения? То есть это те вещи, о которых сейчас никто не думает. Это те вещи, которые, так скажем, будут, наверное, очень животрепещущие через 5-10 лет. Потому что все больше и больше и больше людей переходит именно в мобильную разработку и переносят свои какие-то бизнес-решения в мобильную разработку. И этот острый вопрос о том, как же адаптировать какие-то решения для бизнеса в сторону мобильной разработки, он очень острый. Поэтому могу сказать, что, наверное, сейчас это очень хорошее вакантное место. На этом, наверное, все. Спасибо, вопросы. Вы говорили про концепцию умных приложений, которые позволят с утра подбирать пользователю новости, время подъема, ну и, допустим, музыку и что-то подобное. И также вы сказали, что крупные компании пока не занимаются этим вопросом. Как вы думаете, почему? Это зависит от уровня сложности, от того, что пользователь не всегда хочет отправлять какую-то статистику крупным компаниям о своем времяпрепровождении или в чем-то еще? Ну, если переиспользовать awareness API, то он будет обязан как бы это сделать, но это не в этом дело. Я скажу почему. Дело в том, что сама концепция бизнес-анализа зародилась для больших интерпрайз-решений. То есть это десктоп, это веб, да, то есть это какие-то большие системы, позволяющие мониторить. Ну, самый простой пример это какой-нибудь интернет-банкинг. И дело в том, что сейчас концепция мобильной разработки для бизнес-решений, она основывается на все тех же подходах. То есть сейчас любой заказчик видит, как это. Хорошо, вот у нас есть сайт, да, фактически что такое мобильное приложение для интерпрайза? Это тот же сайт. То есть, ну, не веб-вьюха, конечно, да, но это фактически тот же сайт совсем там с ограниченным набором функционала. И он же, в общем, делает все, что он должен делать. Да, он делает. Он выполняет те функции, которые мы ждем от него. Да, он выполняет. Зачем вкладываться? Зачем искать какие-то решения? Зачем продумывать это все, если можно обойтись малой кровью, не придумывая еще 100-500 решений? Это первая причина. Вторая причина, ему просто не говорят об этом-то, в общем и целом. То есть, как работает бизнес? Бизнес говорит, у меня есть проблема, мне нужно, чтобы мои пользователи через мобильный телефон могли оплатить, не знаю, счет коммунальный, да? Вот у него есть проблема. Ну, как он видит ее решение? Человек заходит в личный кабинет, нажимает кнопочку оплатить, все решение. Он не видит этой прослойки. Для него это все остается настолько за кадром, что нет необходимости в общем об этом думать. И цель аналитика как раз-таки нового поколения заключается в том, чтобы попытаться донести и предложить лучшее решение. Маргарита, спасибо за отличный доклад. Подскажите, пожалуйста, как аналитик, то есть предвидец будущего, наверное, в некотором роде. Вот то, что мы основываемся на Google, на Android, это же идет довольно сильная привязка к этой операционной системе, соответственно, зависимость от этой компании. Есть ли какая-то альтернатива или вот если мы все бизнес-процессы в большой конторе компании перекладываем на решение от Google, есть ли такая гипотеза о том, что что-то сломается или они прекратят, например, поддержку? То есть насколько это могут быть долгограющие планы? Или нужно все время какую-то альтернативу искать, которая конкурентоспособна с ними? Спасибо. Ну, здесь с точки зрения бизнеса обычно используется как бы, ну, вообще по-хорошему часто мобильные решения делаются для двух вещей, для двух операционных систем. Это Android и iOS. Режек – это винфоны. Ну, это очень редкий кейс, прям совсем для гиков, как говорится. Что могу сказать? Есть похожие предложения и от iOS. Есть. То есть, что сейчас анонсирует iOS 11? Он анонсирует, например, использование из коробки машин ленинга или виртуальной реальности. Это тоже можно использовать. Или новый SiriKit, который позволяет с помощью голоса оплатить с вашего Apple Pay кошелька что-либо или перевести кому-то деньги. То есть, да, это реальность. Завязывается в какую-то платформу. Это хороший вопрос, на самом деле. Можно, существует сейчас такое понятие, как кроссплатформенные решения, но они сейчас настолько дороги и такое малое количество специалистов, которые могут создавать действительно кроссплатформенные решения, что пока это достаточно большой открытый вопрос. Проще использовать все-таки открытые API от Google или открытые API или работать под iOS, чем действительно создавать что-то кроссплатформенное. Это просто дешевле. Ну, у меня более такой общий вопрос. Насколько бизнес-аналитики тесно общаются с техническими специалистами, когда принимают решения по solution каким-то модулям, архитектуре и все. Как опирается на мнение технического специалиста, чтобы донести потом это заказчику и как часто принимает это как экспертное мнение больше перед своим? Здесь очень большой вопрос заключается в том, насколько выстроена коммуникация правильно в команде. На самом деле я вот забыла упомянуть, но зачастую аналитик является главным коммуникатором. Ну и отследствие этого все шишки тоже на него валятся. То есть бизнес-аналитик должен действительно обладать умением лавировать между всем этим. Это первое. Второе. Лично по моему опыту. Я очень часто советуюсь с девелопмент-командой, но ровно по одной простой причине, потому что я вижу бизнес, я вижу уровень чуть ниже, но я не могу предлагать архитектурные решения, потому что люди работают над этим годами. Им виднее, где будут проблемы, им виднее, где возможно какие-то подводные камни. Им просто виднее. моя задача донести до них проблему, которую мы решим, предложить решение этой проблемы. Техническая реализация это все-таки действительно уже вопрос, который в сфере ответственности именно архитектора. Вот Коля может вам ответить, как я общаюсь с девелопмент-командой. он вам много интересного может рассказать о том, как все-таки происходит процесс взаимодействия. Очень часто это вопрос кофебрейк какой-нибудь на работе. То есть ты приходишь и говоришь, ребят, у нас вот тут плохо, у нас вот тут API не возвращает то, что нам нужно для решения какой-то проблемы бизнеса. Он говорит, ну смотри, можем сделать вот так, а можем сделать вот так. Самый простой вопрос решения такой ситуации, я говорю, как дешевле? То есть вплоть до этого. Добрый день. Хотелось бы задать такой вопрос как аналитику. Все-таки есть ли какая-нибудь перспектива получить коробочное решение от Google, ну относительно коробочное, для корпоративных пользователей? Я бы сказала, что... Что-то напоминающее, например, SAP Mobile Platform или Oracle BI решение. То есть что-то такое, потому что все приложения, которые вы сегодня показали, они больше относятся к среднеофисному пользованию, то есть Excel, Word, ну почта, погода с утра. Смотрите, здесь нужно, во-первых, вопрос. Решение какого плана хочется коробочное, то есть решение плана типа SAP, документ, обороты, учеты, прочее, не думаю. По одной простой причине, потому что в принципе сама концепция, она немножко другая, то есть это скорее действительно собрание людей, которые хотят сделать этот мир лучше. Они не пытаются решить какие-то проблемы бизнеса, как пытаются сделать SAP. То есть он решает какие-то определенные проблемы. Здесь я бы не сказала, что решаются определенные проблемы, здесь скорее все идет именно процесс инноваций. Это первый вопрос. Второй вопрос, а нужно ли в общем и целом? То есть любой бизнес, я как аналитик говорю, любой анализ начинается с определения бизнес-процессов и их формализации. Невозможно создать коробочный продукт, который будет покрывать. Просто невозможно. Поверьте, я работала в продуктовой компании. Это 20%. 20% процессов покрываются, остальное нет. решение, которое позволяет с минимумом затрат кодеров, например, сделать какие-то корпоративные штучки, которые многим очень требуются. Вот это было бы неплохо. Ну, я, наверное, мне сложно отвечать за Google сейчас. В общем и целом, мне кажется, что сейчас набор сервисов, которые предоставляют Google, которые предоставляют iOS и прочее, в принципе, с умелым подходом можно собрать что-то подобное. Но, опять же, я не думаю, что сама концепция подходит под это дело. Это скорее действительно собрание людей, которые просто хотят сделать мир лучше и внедрить какие-то инновации, нежели чем работать на бизнес. У нас еще два вопроса. Баргарита, привет. Спасибо большое за доклад. Вопрос такого рода, вот вы сказали, что рынку сейчас нужны BA, и вот, например, кто-то из сидящих в зале захотел стать BA. И какой бэкграунд желателен человеку, чтобы стать BA? То есть, возможно, это либо выходец из девелоперов, либо из BA, либо, возможно, из банковской сферы, если проект касается банков. Вот, или, может быть, это кто угодно. Честно сказать, на самом деле, очень приятно видеть, вот, ребята, очень приятно, когда люди приходят, это мои студенты, вот, очень приятно, когда приходят бывшие студенты, это прям, действительно приятно. Что могу сказать? Да любой человек, вплоть даже до геолога, все зависит от определенных моментов и все зависит от определенной концепции. Например, аналитик, который будет работать для банковской сферы, выходец из банковской сферы будет гораздо полезнее в некоторых моментах, чем человек с техобразованием. Это первое. Второе, очень часто, здесь следует не путать аналитики IT и аналитики именно, как бы, уровня бизнеса, то есть, это зачастую несколько разные люди, очень часто. То есть, та же банковская сфера. У них есть свои аналитики, которые просто спускаются чуть-чуть ниже, не говоря о стратегическом развитии, они говорят, ребят, нам нужно, чтобы у нас там система считала дебет, кредит и позволяла сводить балансы. То есть, вот это тоже аналитик. Он тоже, действительно, как бы, говорит на уровне бизнеса. Есть IT-шные аналитики, которые говорят, ага, так, нам нужно выводить на форму 3, а формочка должна быть зеленой, потому что зеленый, потому что зеленый там в цвет, грубо говоря, логотипы банка. Это аналитики, которые работают уже с UX-ом, то есть, это UX-специалисты, это тоже аналитики. Есть люди, ага, там нужно 3 поля на формочку, ага, эти 3 поля собирай, значит, нужно передавать, а еще тут вот такая вот функция, которая будет как бы высчитывать это все. Это уже больше там IT-шные люди, которые приближены к девелопменту. И как показывает практикам, можно получить, можно работать аналитиком после любого образования, как и девелопером, в общем и целом. Я знаю людей, которые девелопят от бога, при этом имея образование совершенно не связанное с IT. То есть, тут все зависит если ком от человека. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я хотел спросить, наверное, вот в таком формате. как вы думаете аналитики как отдел в компаниях будут занимать, выполнять основную функцию или вспомогательную? То есть, основные это те, без которых нельзя, а вспомогательные это те, без которых нельзя, но с которыми лучше. Это первый вопрос. Ну, второй задом, после первого ответа. Ну, вспомогательная функция. На самом деле, как я начала свой доклад, зачастую люди думают, что аналитики такие пища обезьянки, то есть, без которых можно, но с которыми попроще просто. Я знаю очень много проектов, когда действительно люди выводили в продакшн вещи без аналитиков. Тут следует понимать, что с ними, с одной стороны, это действительно взаимопомощь такая для команды, потому что это коммуникатор, это люди, которые действительно позволяют помочь бизнесу, достигнуть их целей, которые помочь девелопменту, научиться коммуницировать с бизнесом и так далее. Но сейчас, исходя с последним трендом, все чаще аналитики становятся must-have. Почему? Я сейчас чуть объясню. Потому что сейчас ждут уже не просто аналитики, которые имеют очень мощный технический бэкграунд. Их сейчас называют еще системными аналитиками, которые могут предложить решение именно низкоуровнево вещей. Все чаще на первый план выходят аналитики, которые поднимаются на уровень стратегии. Вот без них вообще нельзя, потому что тут нужно понимать, аналитик – это тот человек, который может действительно заглянуть на пару лет вперед, сказать, «Ребята, вот смотрите, сейчас вот так, а давайте мы сделаем вот это, и через пару лет оно выстрелит». То есть сейчас аналитики поднимаются уже на уровень выше. И я считаю, что это must-have. Ну и в продолжение, там он еще руку поднимает, есть ли смысл пытаться выделить, допустим, из разработчиков, повесить на кого-то из разработчиков, скажем, функцию аналитика вот этой прослойки, или же нужно набирать именно отдельно обученных или отдельно имеющих какие-то особые навыки людей? Личное мнение или общее? Можно оба. Ну, на самом деле, здесь такой очень интересный момент. Во-первых, для того, чтобы делать, вот как показывает моя практика, лучше всего аналитики получаются из КОА. Вот как, как, это действительно так, потому что это люди, которые действительно очень четко определяют малейшие детали, которые умеют действительно по процессу работать, которые умеют следить за изменениями, почему это очень большая часть работы аналитика. Выделить из девелопмента можно, здесь просто главное понимать, какой типаж человека перед тобой, то есть есть люди, которым комфортно абсолютно писать код, вот из них никогда не получится аналитиков, потому что ему просто некомфортно, ему не нравится. Есть люди, которые драйвовые, которые, возможно, где-то не очень хороши в девелопменте, Но они очень хороши в коммуникации. Вот из таких возможно вырастить аналитика. И как показывает практика, выращивание лучше часто работает. Тут есть свои плюсы и минусы. Набирать со стороны, возможно, это будет новая кровь и действительно человек будет лучше в плане определения стратегии. Потому что у него есть свой набор скиллов, у него есть свой набор умений. Взращивание дает свой плюс. Какой? Человек уже в курсе, как происходит человек в курсе внутренних процессов. Ему проще перестроиться. От него, возможно, будет гораздо больше току, как коммуникатора. Поэтому здесь все зависит от конкретного примера. Так, ну и давайте, наверное, последний вопрос. Спасибо за доклад. Добрый день. Попробую выступить с точки зрения человека, который чуть не сведет вас с ума, доказывая, что вас не существует. А вообще, вот есть менеджер проекта, есть маркетолог, есть директор. Вот где место аналитика? Как он взаимодействует с тем, с другим, с третьим, с командой? Спасибо. А есть аналитик, который выполняет все три функции на одном проекте? Ну, это падать вниз перед таким и молиться. То есть это аналитик, который существует в небольшой компании, который выполняет сразу все три функции. Или это наоборот в больших компаниях? Ну, мне кажется, все-таки менеджер проекта лучше работает с командой, лучше представляет проект. А он, конечно, должен уметь работать с анализом. То есть он должен сам быть аналитикой. Ну, это такое частое мнение. На самом деле, могу там ответить исходя из своего опыта. У меня был опыт работы в командах больше 200 человек и опыт работы в команде 5 человек. И был опыт работы совмещения как и project manager, и аналитика в одном лице, и маркетолога, и человека, который отвечает за развитие и прочее. И так и работа в команде, когда я пришла только в профессию, где у меня там был свой B-элит и прочее. Роль аналитика здесь. Зачастую, иногда так получается, что аналитик выполняет коммуникативную роль лучше, чем project manager. Такое бывает. Бывает и наоборот, когда аналитик как бы очень тяжело входит в команду и зачастую очень… То есть тут есть еще такое понятие, как порог вхождения. Если, допустим, аналитик приходит в команду, которая уже сложившаяся, то зачастую девелоперы его не принимают. Тогда это первый опыт работы с аналитиком и прочее. Роль. Если есть project manager и есть аналитик, то здесь нужно следить, чтобы project manager не влезал в дело аналитика. То есть project manager должен отвечать за таймлайны, он должен отвечать за набор команды, за эстимации и прочее. Аналитик отвечает уже за функциональные спецификации, за нефункциональные спецификации, отвечает за какой-то добавленный функционал, отвечает за коммуникацию с заказчиком, отвечает за управление требованиями и прочее. Если там есть еще sales-маркетолог, то часть функций аналитиков может вообще переходить на маркетолога. Например, такие вещи, как market analysis. С него начинается вообще любой проект в принципе. То есть если есть в проекте market specialist, то да, круто, часть функций аналитика переходит на него. Если нет, то часть функций маркетолога переходит на аналитика. И вот такое смешение я никогда не встречала того, что в командах есть четкое распределение вообще не пересекающихся обязанностей. Такого не бывает просто. Поэтому здесь нужно понимать, что всегда это будет какой-то микс. То есть есть набор своих особенностей, есть набор своих responsibility, которые ты выполняешь на проекте. Но всегда есть вот эти вот грани, которые, к сожалению, часто перетекают одну в другую. Нельзя назвать, что четко. Вот аналитик делает это, это и это. Такого просто не бывает в жизни. Спасибо большое, Маргарита. Выбери, пожалуйста, три самых лучших, на твой взгляд, вопроса. Ребята, кто задавал вопросы, встаньте, пожалуйста. Это очень сложно просто, на самом деле. Много вопросов было. Хорошо. Вот я запомнила молодого человека, вот у него хороший вопрос очень был. Вот. Девушка, на самом деле, молодец. Одна тут встала. Я прям боюсь. Я не могу. Наверное, будущий бизнес-аналитик. Я предвзято отношусь. У меня студенты в зале, понимаешь? Ну давайте кого-нибудь поощрим. Спасибо большое, Маргарита. Мы тебе вот дарим вот такой рюкзачок памятный. Надеемся, что он доживет у тебя до следующего года, и ты придешь к нам снова и выступишь, и расскажешь новые наработки бизнес-анализа. На самом деле, спасибо большое всем за внимание, и хочу просто пожелать всем профессиональных успехов. Спасибо. 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 Спасибо.